Поздравляемся смотреть лучшие моменты сегодняшней встречи. Как и рязанцы отблагодарили сейчас за игру, ну просто молодцы болельщики. Они сегодня сделали атмосферу. Все начинается с того, что матч пошел в ключ. В ключе довольно равном. Да, пошла эта встреча, много было борьбы, приличное количество. Вот Десантников сегодня поддерживал поначалу немного, да, но потом целый сектор собрался. Юнисон Москва бросается атаковать. Звено Федякина, он сегодня действовал в четвертой пятерке. Конструктивно здорово рязанцы этот матч начали. Они, кстати, первые пропустили. И вот череда повторов этих самых атак. А это гол к Колеснику. Девятнадцатый номер прорвался по правому флангу. Нанес первый бросок поворотом Савелия Шерстнева. Шайба отскочила точно на клюшку девятнадцатому номеру. Шерстнев здесь искал отскок, смотрел через правое плечо. И не успел переключиться на Сергея Колесникова, который моментально вырвался на добивание. И забросил первую шайбу в сегодняшней встрече. К сожалению, для Грифонов этот гол оказался единственным в исполнении подопечных Андрея Пелевина. Немножко забегая вперед событий. Он еще бросок такой непростой вот пошел. Получается, вратарь на смещение, в блогер попадает. И может быть он в сторону хотел сыграть. А да, да. А чуть-чуть вот не в динамику. И отскакивает прямо на нападающего. И сложно было, да, это уже отбить. Множество моментов сегодня создавал Руслан Алиев. Их дуэт с Исааком Валицким регулярно доставлял множество проблем соперникам. Мы смотрим бросок Петракова с центра после передачи Позиньша. Максим Сидоров был бесподобен в первом игровом отрезке. Голкипер оставлял свою команду в игре, спасал в сложных игровых ситуациях. Много отличался сегодня Егор Платонов, нападающий, который своими техничными действиями и нестандартными смелыми, порой обводками, тоже заставлял активно работать оборону противника. Юнисон оборонялся сегодня предельно самоотверженно. Кирилл Васильев, Максим Буров, Дмитрий Цыганов. Эти парни взяли на себя большое количество бросков сегодня. Мы видели, как Дмитрий Кузнецов ловил шайбу открытой рукой и даже глазом не моргнул сегодня. Грифоны действительно были таким сплоченным кулаком, у которого не все получалось. Но парни бились, бились до последней минуты. Рязань ВДВ является, безусловно, организованным соперником. Видим момент, где досталось Денису Баранову. И вот большинство Рязани. Сергей Яневский наносит бросок от синей линии после передачи все того же Руслана Алиева. И видим мы, что обзор здесь прилично закрывал Илья Павлюков. Совершенно ничего не видел Максим Сидоров в этом эпизоде. Голкипер стал смотреть через Павлюкова на момент броска Яневского. И Яневский, обратив внимание на это, попадает точно в девятку над блином голкипера московской команды. Таким образом, восьмой номер Рязани счет сравнял в сегодняшней встрече. Да, бросочек сам к себе филигранный вышел. Для Яневского это первая шайба и вообще первый набранный балл в чемпионате. А вот, кстати, так же забегая немного вперед, для Ванина, который забросил третью ворота хозяев, это становится второй гол и он набирает 12 очков в очередной команде. Наши поздравления. Моменты с борьбой изобиловали, конечно, перебором от Юнисона. Скажем прямо, друзья, много было сегодня нарушений правил. Ну и вообще статистическая картина, она такая. Так, здесь, видимо, сейчас подождем немножечко. Какая-то ошибка, как я понимаю, тут малова от бросков спиксировано. Ну ладно, вот. А на ваших экранах вторая заброшенная шайба в исполнении Рязанского коллектива. Здесь Игорь Рыченко до последнего старался самоотверженно защищать ворота своей команды и 63-й номер. Ну, тут уже ничего было не сделать. Как ни ложись, вот после паса под это подставление там без вариантов было. Вот общая статистика игры, уважаемые друзья. 24 броска. Юнисон Москва, 52 Рязань. На вбрасываниях 9-16. В пользу гостей вбрасываний тоже рязанцы забрали гораздо больше. На 9 превосходства больше блокировали Юнисон почти в два раза. Ну, вынуждены были по этому матчу так действовать. Так что, друзья, все достаточно закономерно по картине увиденного. Эмоции главного тренера московской команды на ваших экранах после одного из моментов. А это на ваших экранах болельщики из логова Грифонов, которые сегодня гнали Юнисон вперед. Их поддержка была невероятно активной. Конечно же, момент Ильи Ануфриева, когда здесь чуть-чуть не получил травм у Савелия Шерстнева. Надеемся, что все в порядке после этого эпизода с голкипером рязанской команды. Было сразу два игровых отрезка, в которых Юнисон оставался втроем. И парни проявляли характер, сражаясь против активных натисков рязанской команды. И хороший тоже позитивный момент. Вот тогда в моменте 5 на 3, наверное, самый опасный бросок был у Исака Валицкого. А на ваших экранах третья заброшенная шайба, которая пришлась в пустые ворота Грифонов. Уважаемые друзья, на этом все. Мы посмотрели все моменты сегодняшней встречи. С вами были комментаторы Антон Орлов, Артем Швайковский. До новых встреч через день. Здесь же на льду МСДК «Динамо» принимаем нового соперника. Торпеда горький. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»